Что человеку нужно больше всего в жизни? Ему нужны отношения, которые бы защитили его сердце. Большинство людей чем занимаются? То есть они вкладываются в работу, то есть они верят в деньги, что деньги помогут им, это нормально. Но это не означает, что они помогут сильнее всего. Вот допустим, люди сейчас, многие говорили о том, что их бросают в жизнь. Деньги помогли, нет. Ну то есть, а ценность в чем заключается? В том, что разрушены твои близкие отношения. Так вот, дорогие мои друзья, попытайтесь понять одну вещь. Отношения между мужем и женой не являются близкими. Если у вас есть дети, если у вас есть общее дело какое-то, у вас есть семья, роспись в ЗАГСе, это ничего не указывает на близкие отношения. Если вы хотите от чего-то, от человека, постоянно, значит, не могут быть близкие отношения. Понимаете, больше всего в жизни мы хотим именно от близкого человека. Поэтому идут скандалы постоянно. Из-за того, что обижается человек, потому что ему не достает чего-то в жизни. Близкие отношения означают, что в них есть Бог. А Бог может быть даже в отношениях между мужем и женой. Если они победили свою судьбу, отдали свою жизнь Богу, занимаются духовной практикой, приняли друг друга, простили, не требуют ничего, отношения не выясняют, когда становятся близкими отношениями, верными. Это очень высокий уровень близости. Это называется сердечная дружба. Дружба между мужем и женой. Достатчайший уровень близости. Но его достичь очень сложно. Мало кто из людей вообще достигает. Если они достигают, они в следующей жизни опять вместе. Причем, скорее всего, там, в районе, то есть на верху, вот, вместе. Но достичь очень сложно, потому что сильно хочется от близкого человека, как мы говорим, от близкого человека, хочется чего-то. Так вот, запомни, когда тебе чего-то от него хочется, это значит, никакой близости нет. Потому что друг – это тот, кому хочется сделать чего-то, а не хочется от него что-то взять. Чувствуете разницу? И Бог дает друзей для того, чтобы мы были спасены. Поэтому человеку прежде всего в жизни нужны друзья, вы понимаете? Ни работа, ни семья, ни деньги, ни власть. Друзья. Потому что только друзья могут спасти вас от предательства. Только друзья. Больше никто. А предательство возникает в трудный период в жизни. Кто предает? Близкие люди. Как мы говорим? Близкие. То есть люди – те люди, на которых мы возлагали надежду. Вот если вы кого-то возлагаете надежду, значит, оттуда и ждите привет от судьбы. Она не будет приходить через тех людей, которых вы не ждете ничего. Ну, допустим, я еду трамваями, там, кто-то, там, критом, длинномосы, очкарик. Ну, ничего. Он меня не знает. Чего мне на него обижаться? Ну, а если меня что-то больно сделает близкий человек, тогда я буду страдать. Вот этим судьба и пользуется. Он страдает только тогда, когда вас что-то ждет. А если вы служите человеку близкому, верность сохраняете, ну, ничего не ждете. Тогда есть больше шансов, что он станет вам близким другом раз. Потому что близкий друг – это тот, кто способен услышать голос твоего сердца. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Душевный разговор. Означает, что люди ничего не ждут. Вот если ты, допустим, что-то ждешь, ты боишься сердце открывать. А вдруг он использует это. Часто люди очень наивно себя ведут. Познакомилась с парнем и рассказала ему все свои интимные отношения со всеми. Он тебе обязательно об этом вспомнил. Тогда, когда тебе будет плохо. Когда ты будешь с ним ругаться. И он тебе скажет, что ты же говорила, какая ты. У нас же культурные лица. Поэтому я не все это произношу. Ну то есть, другими словами, вера в то, что вот именно мой муж, моя жена, мои дети, для меня близкие люди, вот эта вера, она приводит к ужасному поражению в жизни человека. К ужасному поражению. Они могут стать близкими людьми, если ты, допустим, не привязан к своим детям, не зависишь от них, тогда дети будут тебя любить в жизни. Всю жизнь будут любить. Но тебе для этого надо оторваться от детей. Все люди зависят от детей. Они наслаждаются счастьем, которое исходит от детей. Но если мать не наслаждается счастьем от детей, а наоборот, молится за них. Строго себя ведет, по-доброму, строго. Значит, когда дети будут любить всю жизнь, это называется близкие уже отношения. Мать должна стать наставником для ребенка. Но для этого она должна переваривать его судьбу. Наставник должен переваривать судьбу человека. Тогда он может быть наставником. Но если мать беспокоится о ребенке, не переваривает судьбу, то она только мучает ребенка. Беремку и так тяжело. Мать беспокоится, ему становится тяжелее. Но если мать молится с ней спокойно, как бы все будет хорошо, значит, когда она является наставницей, она дарит милость ребенку, тогда близкие отношения возможны. Возможно ли отношения близкие с близким человеком? Вот если молодой человек приходит к своему наставнику, говорит, я уже это от жены принял и это, и это. Может мне в монахе пойти, мне ничего от нее уже не надо. Он говорит, вот теперь надо с ней оставаться и жить дальше. Теперь тебе будет счастливой семейной жизнью. Так оно и получилось в этом случае. Потому что человек принял судьбу, и отношения тогда имеют право быть близкими между мужем и женой. Означает сердечное отношение. Верность наступает. Верность означает, что муж воюет, жена на нем молится, его никто не убьет. Это вот настоящая близость означает огромной силой защиты. Огромной силой защиты. И так, каждый человек хочет талисман какой-то в жизни имени. Ну, как кто-то вешает на шейку, там, то, то, и все, пятое, десятое. Это все работает. Но эти талисманы, они вообще никак не могут сравниться с тем талисманом, которым является сердечная дружба, которую не купишь ни за какие деньги, ни за какие, ни за что. Понимаете, сердечная дружба дарится Богом за то, что вы добрый человек. Когда вы по добрым людям относитесь, обязательно встретится такой человек, который также к людям относится. И вы друг друга найдете. И тогда наступит момент истины, потому что вы тогда сердцем будете защищены в своей жизни от всех проблем.